Мы говорим о разных категориях, о разных товарах и о том, как меняется потребление на рынке. Перед этим, Сергей, традиционный вопрос, как ваше настроение? Отлично. У нас сегодня такая, знаете, беседа в оффлайне, в форме диалога, и поэтому я, у вас, как эксперт, хочу спросить. Наблюдаете ли вы какие-то изменения в потреблении сегодня? Знаете, мне кажется, только слепой не наблюдает, когда мы говорим про рыбный рынок. Мы все с вами ходим в магазины, приходим выбрать разные продукты, но один из самых последних, из самых полезных продуктов – это рыбная продукция, содержащая в себе полезные кислоты, омега-3, которые очень важны для поддержания вообще организма. Мы видим, что по официальным данным Росстата потребление рыбы с 2013 года, то есть сразу практически после эмбарго, мы стали отчитывать, снизилось на 30% в России. На фоне снижения потребления мяса 4% и молока 2%, мы понимаем, что вопрос не в потребителях, вопрос не в розничных сетях, а вопрос в развитии рыбохозяйственного комплекса. И вот в этой части две тенденции – высокая цена и качество, которое не удовлетворяет потребителя. Потребитель хочет получить современный продукт, который направлен на здоровый образ жизни, менее соленую продукцию, больше готовую к диетическому питанию, которое необходимо разогреть. Мы работаем, к сожалению, еще в траектории промышленности, сформировавшейся во времена Советского Союза. Рыбный четверг, посолили, сделали красную рыбу, что-то такое деликатесную, вкусную продукцию, дали икру, и вот потребители сейчас свое отношение, ну уже сейчас, за последние годы свое отношение поменяли. Мы сейчас выстраиваем диалог с X5 Retail Group, как нам вместе запустить программу возврата доверия потребителей к рыбной продукции. Сегодня у нас есть потрясающая возможность обсуждать, насколько мероприятие кажется полезным. Как вы думаете, эффективны ли такие встречи? Да, безусловно, эффективны. И вот эти встречи – это результат развития саморегулирования. Примерно это началось в 2012-2013 год. Кодекс добросовестных практик и желание что-то изменить в двухсторонних взаимоотношениях. То есть найти какую-то площадку, где можно было бы обсуждать актуальные, горящие вопросы, конфликтные вопросы. Сейчас мы понимаем, что вот прям совсем горящих конфликтов, вопросов между нами нету, зато между нами есть площадка, которую нужно использовать для решения других и теперь уже более важных стратегических задач. Я очень надеюсь, что конференция ведущих партнеров «Диалог-2020» действительно будет эффективной площадкой, где все могут обмениваться мнениями. Но нам остается пожелать успешного и эффективного бизнеса и, конечно же, роста бизнес-показателей. Да, истинно.